Большая группа туристов вернулась из четырехдневного путешествия по Северной Корее. Это первая поездка за долгое время в КНДР через Владивосток. Перспективы этого туристического направления и развития Владивостока как транспортной развязки обсудили руководители Агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, заместители руководителя Краевого агентства по туризму Кристина Квинт и генеральный директор туристической компании Инна Мухина. Все туристы, которые были в составе нашей группы, очень удовлетворены такой поездкой. Больше того, они преисполнены таких удивительных впечатлений от посещения страны, где они никогда не были и где были лишь очень немногие. 98 туристов из 11 регионов России не единственные, кто смог посетить Северную Корею. Сейчас туристические агентства набирают новых путешественников. Уже планируются поездки на март, а авиасообщения между Владивостоком и Пхеньяном стали стабильными дважды в неделю. Мы объявили две даты. Это с 8 по 11 марта 4 дня, 3 ночи. И с 11 по 15 марта 5 дней и 4 ночи. И интерес есть, люди звонят, записываются, начинаем оформлять. Поэтому я думаю, что постараемся набрать людей, потому что на самом деле интерес хороший. Столицу ДВФО уже можно считать туристическим хабом. И это направление деятельности города намерено активно развивать. Владивосток и Приморский край не только могут стать хабом, но де-факто сейчас так и является. Владивосток это сейчас единственный город в мире, откуда можно путешествовать в КНДР. Пока это только наши граждане. Наверное, по прошествии времени Северная Корея тоже проанализирует вот тот опыт, который был сейчас, связанный с путешествием нашей группы, те возможности, которые они получили, доходы и будут распространять его уже и на другие страны. С новым статусом Владивостока как туристическим пунктом появилась отличная возможность показать путешественникам со всей России Приморский край. Для посетителей города придумывают варианты времяпрепровождения. В последующие поездки необходимо будет, возможно, проработать программу посещения именно Приморского края, возможно, приглашать данных участников и посетить наш край, расширить какие-то экскурсионные программы, предложить, возможно, отдых в ближайших муниципальных образованиях, чтобы как можно больше показать наш именно Приморский край, чтобы у людей остались положительные впечатления. И они хотели ехать не только в Корейскую Народно-демократическую республику, но также приезжать к нам на отдых. Напомним, туристическая поездка в КНДР стала возможной благодаря договоренностям лидеров двух стран – Владимира Путина и Ким Чен Ина, а также огромной организационной работе правительства Приморского края и правления КНДР. Диана Иванова, Новости на Восьмом.